МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Обезопасить пассажиров общественный транспорт дезинфицирует несколько раз в день. Привлечь внимание к проблемам волонтерства ученица 13-й школы стала победителем всероссийского конкурса. 10 лет ярких побед в юбилейном году у пейнтбольного клуба «Реактор» появилось свое помещение. Далее расскажем обо всем подробно. Тяжесть COVID-19 предскажут с точностью до 90%. В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали алгоритмы, которые могут прогнозировать тяжесть течения коронавирусной инфекции. Базой для создания таких математических моделей стала информация о состоянии почти 7 тысяч больных и переболевших COVID-19. Отслеживают несколько показателей, в том числе и частоту дыхания. Также ученые проанализировали данные более 2 тысяч пациентов, у которых коронавирус протекал в бессимптомной, легкой, средне-тяжелой и тяжелой формах. После статистической обработки данных медики создали шкалу полигенного риска развития тяжелого течения COVID-19, которая позволяет прогнозировать болезнь. Между тем, за последние сутки в России выявлено чуть более 26,5 тысяч случаев коронавируса. Порядка 38% заражений приходится на Москву и Санкт-Петербург. Нижегородская область на четвертом месте в рейтинге по количеству заболевших. В нашем регионе зарегистрировали еще 492 новых факта COVID-19. В Сарове наметилась слабая тенденция к стабилизации ситуации. За сутки зафиксировали 160 новых больных горожан. Муниципальные автобусы дезинфицируют два раза в день. Маршрутки обрабатывают после каждого рейса. Десятки тысяч саровчан продолжают пользоваться общественным транспортом в условиях пандемии. Руководители предприятий стремятся сделать поездки по городу максимально безопасными. О том, когда и какими средствами обрабатывают салоны автобусов, расскажем в следующем репортаже. В общественном транспорте шанс заразиться коронавирусом возрастает в несколько раз. Именно поэтому к дезинфекции автобусов подходят особенно тщательно. В Сарове регулярно обрабатывать транспорт начали еще весной. Дезинфицируют салон машины два раза в сутки. С 10 утра до полудня и после завершения смены. Обрабатывали сначала гипохлоридом, но он едкий. Запах, в принципе, хлорки неприятный в автобусе. Сейчас состав не пахнущий, он не раздражает слизистую. Универсальным антисептиком обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки. Раствор безопасен для людей и животных. В день обрабатывают примерно 25 муниципальных автобусов. Для этого используют распылитель. Со своей стороны перевозчик делает все, чтобы снизить риск заражения в автотранспорте. А вот среди пассажиров встречаются люди, которые пренебрегают средствами защиты. По идее мы должны их высаживать и не возить. Но выгнать пассажира из салона, тем более сейчас на улице холодно. Возят, ездят без масок, но мы не в состоянии, скажем так. Водитель не может выйти из салона, из кабины, чтобы кого-то выпроводить. Он может только попросить. Частные перевозчики тоже соблюдают требования Роспотребнадзора по санобработке транспорта. Малый габарит автомобиля по сравнению с городским автобусом позволяет это сделать буквально за 5 минут. Используют для этого раствор дезинфицирующего средства с высокой антимикробной активностью. Раз в полтора часа, ну то есть это получается после каждого рейса, водителю дана инструкция протирать все контактные места данным раствором. Подсчетом получается у нас раствор разводится на 28 дней, ну литра хватает примерно на неделю. Водители маршрутных автобусов получили рекомендации по соблюдению защитных мер во время перевозки пассажиров. Но также встречаются горожане, которые считают маски совершенно лишним атрибутом. Значит, водителям даны инструкции находиться, во-первых, самому в маске. Также пассажиры, кто садится в автобус, также одевали маски. В случае, если у пассажиров отсутствуют маски по каким-то причинам, значит, у нас в автобусе имеются одноразовые маски. Водитель бесплатно предлагает пассажиру одеть маску. В условиях эпидемии коронавируса у перевозчиков к пассажирам одна просьба – находиться в салоне в защитной маске. Так вы защитите свое здоровье и жизнь. Материнский капитал можно будет направить на погашение военной ипотеки. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в третьем чтении. Теперь средства маткапитала можно использовать для внесения первоначального взноса, погашения основного долга и выплаты процентов по займам. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Глава города Алексей Сафонов отменил постановление администрации по концессиям систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые были приняты предыдущим руководством. Об этом он сообщил в своем инстаграме. По его словам, нужно детально проработать все аспекты, так как в ходе анализа ситуации были обнаружены факты, которые не позволили бы успешно реализовать проект. Таким образом, тарифы с 1 июля в Сарове не превысят областные, как планировалось ранее. В 2021 году в Нижегородской области планируют создать первую в России независимую региональную службу защиты прав людей с психическими расстройствами. Специалисты будут оказывать комплексную поддержку людям с ментальными нарушениями в вопросах оформления собственности, трудоустройства, получения образования и восстановления дееспособности. Учредителем проекта выступит региональное правительство. Нижегородское правительство компенсирует затраты на покупку пожарных извещателей малообеспеченным семьям и семьям с детьми в социально опасном положении. Для этого нужно представить чек на пожарный извещатель, паспорт и свидетельство о рождении детей, справку о доходах и о наличии в доме печного отопления. Дополнительную информацию можно получить по номеру 8 831 422 29 82. На поприще волонтерского движения отличилась член поискового кинологического отряда «Саров» Дарья Абызова. Школьница стала финалисткой двух конкурсов, а также приняла участие в съемках фильма о тех, кто помогает людям в трудных жизненных ситуациях. Подробности смотрите в следующем репортаже. Действовать здесь и сейчас, а не ждать подходящего момента. 2020 год уже успели окрестить одним из худших, но для саровчанки Дарьи Абызовой это пустые слова. Пока ее сверстники томились на удаленке, девушка успела стать лауреатом двух всероссийских конкурсов. О первом волонтера будущего 2020 Дарья узнала случайно. Изучала порталы, посвященные добровольчеству, и увидев объявление, подумала, почему бы и нет. В заявке саровчанка рассказала о себе и своей работе в поисково-кинологическом отряде. Даша была одной из тех, кто помогал искать пятилетнюю Зарину Авгонову, пропавшую в селе Степановка Нижегородской области. Тогда за этой историей следила вся страна. Папа мне звонит и говорит, Даша, давай быстро собирайся, у тебя есть 20 минут. Первая мысль у меня была, как, зачем. Но такова была ситуация, ребенок в лесу, и на ребенка работают на отклик только женские голоса исключительно. А женщин, как таковых, мало. Поэтому пришлось. Дарья признается, что именно тогда, в ночную лесу, плечом к плечу с другими добровольцами, она впервые поняла, что попала в родную стихию. И с тех пор уже не представляет свою жизнь иначе. Затянуло, наверное, атмосферой, чувством какой-то ответственности. Когда ты идешь в лес в ночь, 6 часов, идет дождь, тебе самой страшно. Это перебаривало то, что в лесу находится маленький ребенок, без еды, без воды, без одежды. Начался проливной дождь. Я не знаю, как это объяснить. Это какое-то чувство изнутри. Заявку на конкурс волонтера будущего Дарья заполнила в марте и благополучно забыла о ней до октября, когда на телефоне раздался звонок с незнакомого номера. Первые же слова повергли девушку в шок. На другом конце провода сообщили, что Саровченко прошла отбор и стала одной из семи финалисток. Среди 10 тысяч участников. Через несколько дней Даша приехала в Москву, где ей предстояло поучаствовать в съемках фильма о волонтерах страны. Для меня главной победой в этом конкурсе стало то, что, во-первых, я снялась в этом фильме, я вышла в финал. Это очень дорогого стоит. И самое главное для меня это то, что я, да и в принципе каждый человек рассказал о волонтерском движении, что существует, этим же призвал людей к чему-то хорошему. Кроме волонтерства Дарья активно интересуется и респруденцией. И на этом поприще тоже добилась заметных успехов. Последним из них стал диплом лауреата на конкурсе СССР, который проходил под эгидой Университета прокуратуры. В своей работе девушка описала становление правовых институтов в России от времен Ярослава Мудрого и до наших дней. Для Саровченки это стало еще одним шагом на пути к мечте. Она твердо намерена поступить на юридический факультет и в будущем хочет стать правозащитницей. Десятки наград за победы в соревнованиях различного уровня. Саровчане уже привыкли, что пейнтбольный клуб «Реактор» неизменно привозит кубки с турниров. Залогом такого успеха стали отличная физическая подготовка спортсменов и хорошая материальная база. В этом году пейнтбольный клуб отметил первый юбилей 10 лет. Еще одной хорошей новостью стало то, что у спортсменов теперь есть собственная база для тренировок зимой. Профессиональное хобби. Игроки пейнтбольного клуба «Реактор» скромно называют себя любителями. Однако их победа на федеральных и мировых соревнованиях говорят об обратном. А начиналось все с малого. Больше 10 лет назад на Варламовской дороге среди двух полуразрушенных зданий 7 человек собрались, чтобы поиграть в пейнтбол. Тогда они еще не догадывались, что эта игра станет для них увлечением всей жизни. Все банально просто начиналось. С пострелушек. Собрались в лесу шашлык-башлык. Весело, сердито. После понравилось. Загорелся целью создать команду. Назвал эту команду «Реактор Саров». Годы шли, мастерство спортсменов росло и состав команды расширялся. Сейчас в «Реакторе» играют более 20 человек. Свой опыт они охотно передают подрастающему поколению. Здесь занимаются детская и юношеская команды. Эта тактическая игра требует, чтобы спортсмены понимали друг друга с полувзгляда. Поэтому тренируются они долго и часто. Игроки называют клуб второй семьей. Павел Филисов стал ее частью с момента основания клуба 10 лет назад и болеет пейнтболом по сей день. Десять лет уже тренировки по два-три раза в неделю проходят. Без этого никак невозможно достичь таких результатов. Были многократными призерами, победителями международных, общероссийских турниров. Поиграли на Кубках и Чемпионатах мира в Париже, Германии, в Каннах. Достаточно обширная такая автобиография у нас в пейнтболе. За годы реактор сменил много мест для тренировок. Постоянная оборудованная площадка появилась у клуба только сейчас. В сгоревшем здании Тира реактор планирует обустроить три площадки. Основную для пейнтбольных тренировок. Студию «Крепыш», где малыши от 4 до 8 лет будут изучать азы игры под чутким руководством наставников. И комнату для игры в «Лазертак». Сейчас уже отремонтирована площадка для пейнтбола. Нам передали город, любезно передал здание Тира, которое мы отремонтировали за свой счет. Как вы видите, прекрасное помещение. Мы все сделали уютно, хорошо, светло. И здесь идут тренировки ежедневно. Ежедневно по вечерам расписание. То есть младший состав, он три раза в неделю. Взрослые ежедневно приходят. Подрастающее поколение старается не пропустить ни одной тренировки. Александр Брехунов долго не мог выбрать, каким видом спорта заняться. Мама посоветовала пейнтбол. Это не просто войнушка, а стратегическое сражение, рассказал юный спортсмен. Мне нравится очень этот спорт. Я, к сожалению, еще ни разу не езжу на соревнованиях, хотя я занимаюсь уже полтора года. Ну, не получалось у меня еще съездить ни разу. Но я думаю, что я уже скоро смогу поехать на соревнования. Вот и пересечен десятилетний рубеж. Подведены промежуточные итоги и намечены планы на будущее. В новом году реактор станет основной пейнтбольной командой госкорпорации «Росатом». Всего пара ложек меда в день укрепят ваш иммунитет и наполнят жизненной энергией. Впрочем, мед меду рознь. Полезен только натуральный, без химических усилителей вкуса и консервантов. Найти такой можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. В Сарове натуральный мед свежего урожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки – это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко – пчеловод в четвертом поколении. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. Ну, у нас более 20 сортов меда. Пчеловоды, начиная с Краснодарского края – акация, каштан, и к северу Волгоградской области – клевер, черноклен и так далее. В Саров на медовый ярмарку пчеловоды привезли мед свежего урожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день укрепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребностей можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть немножко направленность, либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет для суставов, простудные липы, для простудных заболеваний, с прополисом. Мед – природный антиоксидант и помогает организму справиться с вредными микробами и бактериями. Это как нельзя актуально сейчас, в период разгула вирусов. Некоторые сорта меда, например, мед акации, считаются гипоаллергенными и подходят для детей, а также для диабетиков. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже чайные сборы алтайских трав. На покупку трех килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. По телефону люди заказывают, также бабушки, дедушки, которые пожилые, которым сейчас проблемно куда-то ходить, либо просто по морозу неохота ходить. То есть мы производим доставочку. Заказать доставку можно по телефону 8 927 503 1447. Медовая ярмарка будет работать в Сарове до пятницы, 18 декабря включительно. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин